Давайте попробуем разобраться, что такое ум. Ум все-таки делится на материальный и духовный. По развитию, скажем так, если так вот градацию ставить, то есть еще в старину говорили, что такое мудрость. Это ум плюс совесть. То есть получается мудрость. То есть когда сердце задействовано и ум задействован. И когда ум только начинает развиваться у слаборазвитого человека, он еще пока с сердцем не связан. То есть человек может делать все такие обычные бытовые вещи. То есть на уровне материальном, бытовом. То есть материальный мир это бытовой мир, бытовуха. Можно сказать. И только когда человек приобщается, соединяет материю с духовностью, он становится мудрецом и более разумным существом. А дальше уже это идет развитие. То есть мудрость дает уже повод к разумности подойти. То есть даже еще если духовный человек, он как бы все равно еще не полностью развит. То есть есть сердце, есть ум, но еще нет разума. А разум это все-таки больше объединяющая такая вещь, близкая к сознанию что ли. До сознания, если уж объяснять, сознание это вообще далеко. Как бы это осознанность, можно сказать, сознание, осознанность. Но люди часто путают, они применяют слово осознанность. Сознание, они одно и то же как бы у них получается. То есть они понимают чего-то, от того что они понимают, они думают, что они осознают. Но это не осознанность. Осознанность, ее нельзя сказать, что ты понимаешь. С одной стороны можно сказать, но правильно говорить, что ты видишь. Вот в осознанности видят, не понимают, а видят. То есть это глобальное видение просто-напросто осознанность. А когда человек говорит, что он понимает, он осознает это, он понимает. Он из-за того, что он неправильно понимает осознанность, он соответственно и говорит, что он понимает. Но в осознанности не понимают. Еще раз повторю. Поэтому многие люди, цивилизация у нас, вроде бы кажется ум такой, развитая цивилизация. Но эта цивилизация все бытовуха. То есть нам кажется, что мы развились, но на самом деле мы только на низком уровне бытовом развились. То есть это начальный уровень развития, можно сказать, то есть цивилизации. То есть мы находимся на таком достаточно примитивном. Ну пускай мы не дикари с точки зрения, как было когда-то, когда-то, когда-то. Но на самом деле все равно мы дикари. Если сравнивать, как существуют цивилизации более развитые, мы являемся дикарями просто-напросто в этой цивилизации. Ну или детьми, если уж так грубо не говорить, как дикари. Поэтому то, что люди называют, то, что они умные и все такое прочее, проповедуется такой умственная такая вот материальная система. Это вообще не ум, как бы. Ну это ум, я же говорю, но это как писать, читать. Ну немножко развили там еще его как бы. Почему у нас столько процентов не развита мозга? Потому что это и есть. Мы настолько развиты, что мы примитивны. То есть там сколько процентов? Не знаю, десять. Мозга, если развита, это суперски, наверное, да? Я не помню, сколько там процентов. Так вот я и говорю, что первое, что нужно, это душу развивать. Не будет развития души и не будет полноценного вообще развития ума. И только когда человек с помощью души начнет подниматься в сторону разумности, тогда ему свыше дадутся определенные знания. Вот пока он думает как, вот он сейчас материально развивается, развивается, и вот ему знания как бы, вот он в космос полетит, он такой прям умный стал. Нет, не дастся ему ничего. Он полетит в космос, но он там ничего не увидит. Не будет общения, контакта с инопланетянами, с более высшими существами. Не будет. Потому что не цивилизованный человек, ну дикарь как бы. Ну какое может быть общение с высшими существами, когда он примитивный? Тут друг с другом-то люди не могут общаться. А какой там, можно говорить, уровень там? То есть у людей материализм. То есть ум примитивный. То есть материальный ум примитивный. Вот когда душа начнется развиваться вместе с умом, тогда и технологии будут совершенно другие, как бы. Не вот эти вот примитивные. Нам кажутся они крутыми, да, на этом этапе. Но есть более крутые технологии, которые мы даже не знаем и не представляем. Вот. Это мы можем летать, можем вообще перемещаться в пространстве, во времени и все такое прочее. Но для этого нужно развитие. Ну так, чисто говоря. Поэтому не думайте, что вот... Ну короче, душу надо развивать. Это первый этап, чтобы вообще приблизиться к какой-то разумности. А иначе так и будет человек просто примитивный. Поэтому все цивилизации погибали, потому что не смогли развиться, духовный ум перейти. То есть они развивались с точки зрения материальности ума. Вот все, что у нас происходит как развитие, это развитие материальной части ума. То есть духовного развития ума не происходит. Но для этого человек должен быть духовно очень развит, чтобы начать духовное развитие. Наверное, на Земле это может быть даже невозможно. Но для перехода на другой уровень развития, ну на другую планету или еще что-то такое, нужно именно духовность. Почему там говорят, что отбор будет там, кто-то останется на Земле развиваться, кто-то там дальше пойдет. Именно потому что Земля – место, где можно духовно развиваться. Тот, кто не смог духовно развиться, ну вот этот все предел, когда наступит, все-таки материальный мир, он тоже должен развиваться. И все развитие должно быть. Пик, когда наступает пик этого материального ума развития. И потом разрушение идет. Вот. Это неизбежно. На любом пике идет разрушение. И заново потом начинается практически. Может быть, будет не заново. А для того, чтобы люди поняли, будет какое-то просто частичное разрушение. Насколько, чтобы людям оставить какую-то часть цивилизации. То есть в одно время было там полное уничтожение. То есть люди заново начинали, как с первобытных, можно сказать. А сейчас, я думаю, будет уже не заново. То есть будут какие-то глобальные катастрофы. Но при этом знания будут сохранены. Для того, чтобы дать шанс. Ведь в высших мирах там тоже совершенствование идет. И понятие тоже. То есть не все одно и то же происходит. Нам кажется, там, вот, все цивилизации там погибали, погибали. Ну, было раньше, да, такое. Ну, вот. Теперь, в моем понимании, не будет такого. То есть... Я не знаю, почему. Я так чувствую. Чувствую так. Ну, людям дадут указания, как это будет происходить. То есть разрушения будут сильные. Человечество... Ну, часть человечества все равно, как бы, погибнет. Но кто останется, они должны будут думать, как жить дальше. Те, кто дальше захочет продвигаться, они должны, конечно, уже духовно жить. То есть материальные блага, они же нужны, ну, для поддержания тела, а не для того, чтобы владеть миром, как бы. И правители стран тоже не понимают этого. Они заботятся о благе страны, но забывая порой, вот, о благе народа. Вот. Не будем углубляться в политику. Ну, так вот все получается. Ну, я забиву вперед. Не буду, конечно, говорить, что на Земле все это будет. В плане того, что там лепитация, перемещение во времени. Нет. Земля не предназначена для этого. То есть это будет переход на другие планеты, которые люди не знают. То есть там существа другого порядка. Но для этого нужно иметь уровень развития определенный. На Земле не будут люди летать. Если они будут что-то там делать, какие-то экстрасенсорные способности развивать. То есть это опять-таки чисто материальные экстрасенсорные способности. То, что мы называем сверхспособностями часто люди там. Но это все равно они не высоко развитые, эти все способности. То есть это все равно крутится вокруг вот этого материального мира просто. То есть это не духовно развитые существа это все делают как бы. Ну вот пример высокого уровня развития был у Иисуса. Вот он как раз говорил, что... Почему он говорил, раздайте богатство. То есть вот полностью должно быть отрешенность такая вот, без всякой меркантильности. Вот то, что он говорил, он хоть и говорил для духовного совершенства. Но на самом деле это тоже самое смысл заключается не зацикливаться на материи. Вот настолько он был не зациклен на материи, что мог там ходить по воде, там останавливать там как бы шторм, там всякие штуки делать, воскрешать людей даже. Но не цель это была главная. То есть это показал он пример. То есть это не является целью. С одной стороны это было то, что он показал о возможности, а с другой стороны он показал просто как пример, что не надо привязываться к материальному. Вот что я могу сказать про умственное развитие человека. enhquили. Субтитры по тебе Victor. Я теперь передала薦. Вонほ. В течение предмоту.